Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня эстафету монетарной решительности, как выражаются аналитики Bloomberg, перехватывает Банк Англии. Ждем в 11.00 по GMT решение британского регулятора по ключевой процентной ставке. Будет конкретное распределение голосов, протоколы, прогнозы. В общем, этот день называют суперчетвергом, потому что действительно очень такая плотная выжимка в рамках одной торговой сессии о том, что вообще происходит с британской экономикой. Это событие лично я, как тот, кто следит за британской валютой очень долгий период времени, жду уже несколько месяцев, потому что мое субъективное мнение заключается в том, что британский регулятор сейчас находится в очень непростых условиях, когда нужно использовать какие-то нетрадиционные способы подхода к тому, что творится с экономикой, чтобы исправить ситуацию. И как раз этот нетрадиционный способ может подразумевать более агрессивное повышение ключевой процентной ставки. Тем более, объективно, если рассуждать, повышение ставки британским регулятором скромным шагом на 25 байсных пунктов особо каких-то серьезных результатов за последние месяцы не принесло. Поэтому я предположил, что Банк Англии может сделать ход конем и повысить ставку сразу на 50 байсных пунктов. Поэтому я рекомендую сегодня внимательно следить за парой фунт против доллара, текущие котировки 1.23.19. И, соответственно, если мы увидим решение потенциального роста ставки на 50 байсных пунктов, то фунт может неплохо восстановиться. Но это очень рискованная сделка, если вы согласны с таким ходом рассуждения, можете к ней присоединиться. Обязательно, друзья, контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов и не игнорируйте обязательность выступления стоп-лоссов. Также сегодня в 14.00 по GMT выступление главы Европейского центрального банка Лагарда. Европейская валюта в моменте активно снижается. Новые многонедельные минимумы 1.06.35. И у меня нет никаких сомнений в том, что это давление будет дальше сохранено. И следующая цель уже будет на отметке 1.05. Давление на евро оказывает тот фон, который накопился за последние недели. Это крайне слабая макроэкономическая конъюнктура, которая еще неделю назад позволила нам предположить, что ЭЦБ точно не повысит процентную ставку. И как сильно мы удивились, когда ЭЦБ ее поднял. Потому что до повышения ставки и так все было плохо, а теперь, очевидно, станет еще хуже. Но, видимо, европейская валюта на решение по росту процентной ставки не окрепла только потому, что все осознают эти риски. И понимают, что Европейский Центральный Банк, может быть, пошел сейчас на проактивные такие меры. Но это было последним повышением ставки в этом году. Также евро сейчас теснит очень сильно американский доллар. Индекс доллара растет. 105.22 текущие котировки, как мы предположили, независимо от того, что будет сказано, независимо от того, какое решение будет принято, американская валюта сохранит бычью динамику. Были локальные распродажи в рамках торговой сессии, но в конечном счете инициатива снова перешла к покупателям. Текущие котировки выше 105 и, ориентируясь на прогнозы многих инвестиционных банков, видел уже цели 107, 108 и так далее. То есть, если среди вас есть покупатели индекса доллара, знайте, что какие-то локальные максимумы могут оказаться еще только впереди. По поводу решения по ставке Федрезерва, ставку оставили на прежнем уровне 5,5%. Ну, оно и понятно, вероятность ее повышения была 1%. И, конечно же, ФРС решил не пугать рынок каким-то неожиданным ходом. Поэтому в соответствии с ожиданиями. Справительные заявления, пресс-конференция тоже ничего нового. Паул, по сути, повторил то, что было сказано им во время его последнего выступления, после последнего заседания американского регулятора, что заранее решения по процентной ставке не принимаются. Американские регуляторы внимательно следят за фундаментальным фоном, анализируют все макроэкономические вводные, оценивают инфляционные риски. ФРС признал в лице Паула, что была проделана колоссальная работа. Ну, в целом, наверное, критиковать ФРС не нужно, потому что, действительно, если бы, наверное, не последний рост цен на нефть, инфляция была бы сейчас уже еще ниже. По поводу роста цен. Паул говорил об этом очень много. То есть, признал, что есть определенный временной лаг, когда все-таки повышение цен на топливо доходит до основных компонентов инфляции. И это является большим риском. То есть, ФРС допускает, что инфляция может остаться повышенной в течение более длительного периода времени. И, конечно же, можно развернуть все эти формулировки в плоскость того, что это значит для повышения процентной ставки. Это фактически означает, друзья, то, что ФРС может повысить ставку до конца этого года. На ноябрьском наседании, как ожидается. Но, со своей стороны, хочу отметить, что после всего, что наговорил Паул накануне, если мы сейчас будем анализировать инструмент FedWatch Tool, оценивающий вероятность повышения процентной ставки, она так и осталась ниже 40%, то есть 39%. Но все равно трейдеры допускают, что этот шаг может быть сделан. Поэтому доллар снова оказался тем инструментом, который пользуется спросом. И, еще раз повторюсь, котировки сейчас выше 105. Прогнозы по экономическому росту в этом году ожидаются значения 2,1%. Ну, может быть, чуть похуже, на самом деле, будет. Посмотрим, как вот дальше стоят дела с рынком труда. Соответственно, при текущем фундаментальном фоне, раз индекс доллара оказался на подъеме, риск стал аутсайдером. Поэтому евро отступил, мы, собственно, это уже и отметили. По другим финансовым инструментам доллар иена 148,27 в соответствии с нашим прогнозом рост продолжается. Я еще раз подсвечиваю, что можно рисковать в текущих условиях ориентироваться на уровень 150 иен за доллар. Потому что до этой отметки вряд ли Банк Японии вмешается с валютными интервенциями. Все ждут заседания Банка Японии. Оно состоится завтра утром. Во время завтрашнего брифинга мы детальнее поговорим о тех решениях, которые будут приняты. Но каких-либо корректировок точно не последует. Даже несмотря на то, что глава Банка Японии у Эда ранее допускала, что к концу года на рынке могут сложиться условия, которые позволят Банку Японии отказаться от низких отрицательных процентных ставок, которые действуют практически уже около 10 лет. Но дальше слов не пошло. И даже после таких комментариев, если ориентироваться на текущие котировки, японская валюта не укрепилась, а слабо больше, чем на 2%. Ничего сейчас не пугает трейдеров. Может быть, только лишь факт валютных интервенций. Но этого факта пока что нет. Поэтому сохраняем длинные позиции. Наша цель находится на отметке 150 около того. То есть можно еще больше 150 пунктов выжить. Рынок нефти 91,65. Коррекция продолжается. Обновленного новостного фона нет. Разве что отчет от администрации натической информации по запасам нефти. Это статистика, которая, напротив, поддерживает котировки. Запасы снизились на 2,1 миллион. Учитывая то, что активны сейчас расходы стратегические резервы в США для создания условий, ограничивающих дальнейший рост цен на внутреннем рынке. Поэтому снижение запасов будет продолжено. Страна ОПЕК на форуме нефтяного рынка в Канаде в лице главы министра энергетики Саудовской Аравии дал конкретную четкую установку, что ОПЕК держит руку на пульс, следит за тем, что происходит в мировой экономике. И поскольку видит все-таки понижательные риски для экономического роста и не видит убедительных признаков восстановления китайской экономики, вот эти меры по добровольному сокращению производства остаются в селе. И напомню, что министр энергетики Саудовской Аравии допустил возможность дополнительного снижения производства, если в этом будет необходимость. Фундаментальный фон, друзья, всецело на стороне покупателей нефти. После коррекции, я думаю, что мы вернемся к траектории роста. И что касается золота, 1927 долларов за тройскую унцию, хай был 1947. Мы практически достали до нашей цели 1950, но настроения изменились. Самое главное, очень сильные выросли доходности 10-летних трежерис. 4,43% – это максимум из 2007 года. Золото будет очень трудно в текущих условиях. Сейчас бороться с ростом рынка американского долга, казначейских трежерис. Сантимент даже изменился практически 50 на 50. И это означает, друзья, что сейчас стоит закрыть ранее открытые длинные позиции и понаблюдать за развитием событий со стороны. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok